У нас в гостях Юлия Вознякильска, кухар-кондитер. Витаю вас, доброго ранку. Доброго ранку. Итак, по поводу правильного питания в семье, как его все-таки организовать, как найти общий язык со всеми членами семьи, если чаще всего это жена, мама и так далее, об этом заботиться, соответственно, нужно со всеми договориться, с мужем, с ребенком. Ну, вы правильно сказали, Виктор, что нужно договариваться, то есть меню-менеджмент или кухонный менеджмент, как его еще называют, в принципе, в том и заключается, чтобы собрать всю семью вместе и начать что-то вместе делать, то есть и основное, что нужно вначале сделать, это просто задаться целью и начать планировать, то есть планирование, оно в основе всего. Нужно понять, что мне это необходимо, что это значительно облегчит мою жизнь, оптимизирует все процессы, которые происходят в моей жизни и, соответственно, мне это нужно и призвать просто на помощь объединить интересы всех, объединить их во что-то одно и из этого все получится. А если мы берем вот эту организацию, да, менеджмент, скажем так, правильного своего питания, как это все можно визуально оформить, возможно, какие-то стенды, возможно, какие-то графики, как это все выглядит? Да, есть очень много инструментов, то есть мини-менеджмент – это система, это система, которая формирует у нас правильные привычки. И привычка планировать, да, она, естественно, как-то визуально у нас оформляется, то есть это введение каких-то вначале, возможно, каких-то заметок, пищевой дневник, это просто наблюдение за своей семьей, как у нас сейчас на данном этапе происходит питание. Потом это, естественно, списки закупки, потому что мы со временем начинаем объединять наши частые походы в магазины, мы их начинаем объединять, и делается закупка, например, раз в неделю или иногда вот в моей семье, это даже один раз в две недели. Естественно, это уже нужны какие-то списки, также планирование меню – это как основная, скажем так, позиция в меню-менеджменте, то есть мы не хаотично что-то готовим, а мы планируем один раз в неделю, собираемся всей семьей, каждый папа, ребенок, мама, всех, что хотят, они свои пожелания там излагают или письменно, или устно, и тогда на основе этих пожеланий просто формируется меню, то есть, естественно, есть такие инструменты, которые вы можете использовать, их можно и находить в интернете, их можно, я вот у меня есть курс, я обучаю, как это делать, и можно даже и просто самой что-то даже придумать, как удобно. Что интересно, что меню-менеджмент – это есть система, но каждая семья их может применять так, как удобно каждой семье. Когда вот курсы, да, приходят люди обучаться, чаще всего это кто? Вы знаете, контингент абсолютно разнообразный, потому что не обязательно быть, например, загнанной домохозяйкой, чтобы понять, что мне необходимо, да, не обязательно, чтобы на тебе висело несколько детей. Это может быть и женщина, которая интересуется больше социальной жизнью, но она в то же время понимает, что ее роль в семье, она тоже важна, и она хочет совместить эти свои роли и оптимизировать все процессы. Только семейные люди интересуются или есть те, кто вот пока что еще одни ищут вторую половинку, но уже этим заинтересованы? Бывают такие, бывают. Да, конечно, в принципе, бывают и подготовиться заранее никогда не лишь. Не бывают ли люди, которые задают вопрос о том, что если вот такое идет постоянное планирование, что покупать, что готовить, что в семье создается какой-то культ еды? Нет, наоборот. Я бы сказала, что лично в моей семье и вот в семье многих девочек, ну в основном это все-таки, скажем, что это женщины этим вопросом интересуются, и в семьях девочек, с которыми я занималась, в основном до практики этих принципов вот как раз был культ семьи, потому что ты постоянно задаешься вопросом, что мне сегодня приготовить. Ты постоянно как будто бы… Это, между прочим, да, постоянная проблема домохозяек, всякие… Ты как будто бы ты головой, даже может физически ты не на кухне, но умом ты всегда на кухне, ты на работе вечером, за час ты как минимум ты уже начинаешь думать, что мне приготовить на ужин. То есть первая и основная задача меню-менеджмента и в принципе менеджмента, в принципе, это сейчас очень популярное такое слово, это разгрузить свою голову. Вот, то есть и менеджмент помогает. Порывшись в интернете тоже несколько принципов нашел, это принцип регулярности и разнообразия, как их можно вообще соединить? Регулярность – это когда мы начинаем планировать и, соответственно, мы это делаем из раза в раз, мы постепенно это вводим как в привычку. А разнообразие – это больше касается именно разнообразия в питании. То есть благодаря тому, что мы начинаем планировать, мы можем намного интереснее питаться, потому что есть много инструментов, есть таблички, которые мы составляем в процессе обучения и потом уже в процессе практики менеджмента в семье. И эти таблички нам помогают помнить даже все блюда, которые мы когда-либо пробовали, которые когда-то понравились. Но если мы не занимаемся постоянно и регулярно этой системой, сегодня я приготовила, завтра приготовила, неделю готовила, потом она забывается, потому что она приелась. – И если я вспомню через два года, это в лучшем случае. А так, если у меня есть табличка, я веду этот список регулярный, в какой-то момент я могу к этому блюду вернуться, то есть я всегда буду о нем помнить. И снова-таки я не держу у себя в голове все время эту информацию. – То есть она есть, да? – Да. – Можно разгрузить голову. – Да, да. Я же говорю, это основное – это разгрузить голову, силы, время и тратить его на более какие-то полезные, интересные вещи в жизни. – Вы как человек, который проводит мастер-классы не в одном городе Украины, со многими людьми разных, скажем так, интересов и так далее. Какие ошибки чаще всего замечаете вот у людей, которые уже, например, обучились этому мастерству планировать либо когда вот приходят? – Ну, основная ошибка – это то, что это быстро, и это то, что просто сделает меня счастливым тут и сейчас. И вообще это, в принципе, ошибка людей в любой деятельности. И главное понять, что этим нужно заниматься, этим надо начать жить, и поначалу, возможно, кажется, что очень много времени на это уходит, но на самом деле я один раз провела просто эксперимент над собой, над своей семьей и просто проанализировала, пронаблюдала, сколько времени у меня уходит, когда я не планирую, и сколько у меня уходит времени, когда я планирую. Благодаря тому, что во время планирования проходит оптимизация многих процессов и оптимизация, соответственно, жизни не моей в принципе, благодаря этому намного меньше уходит времени. Просто, когда я занимаюсь этой деятельностью какое-то время, мне кажется, что это долго время не занимает. А когда вот хаотично, кажется, о, вроде и мало времени у меня ушло. Но на самом деле как раз планирование помогает разгрузить время. – Если мы говорим о том, что планирование помогает разгрузить время, есть ли возможность с помощью планирования и сэкономить семейный бюджет? – О, бюджет – это, наверное, самый главный вопрос, который мне задают девочки. Но один из. Вообще, в принципе, слово экономить, честно говоря, мне не сильно нравится. – Оптимизировать результаты. – Да, потому что экономия – это больше как ущербное такое мышление, это больше как к фактору бедности относится. Мне больше нравится оптимизация процессов, то есть оптимизация времени, оптимизация бюджета. И на самом деле я даже просто иногда, проходясь по супермаркетам, по рынкам, наблюдая просто за людьми, даже как они совершают закупки, я просто иногда диву даюсь, как это происходит. И понимаю, что как минимум половина того, что они сейчас потратили, можно было просто не потратить. – И не покупая, да? – Да, да. – Ну, опять-таки, при планировании, насколько я понимаю, например, покупая те или иные продукты, можно сэкономить, взяв большую пачку, понимая, что можно в неделю использовать ее в разных… – Совершенно верно. – Совершенно верно, да. – Ну что ж, я хотел бы также сделать небольшой анонс того, что ждет Николаевцев, потому что приехали вы с Киева не просто так. – Да. – Будет мастер-класс 30-го числа, думаю, что вы больше расскажете, чему можно научиться. – Да, там я… это будет больше встречи вдохновения, я хочу вдохновить всех девочек на то, что им это надо, на то, что это легко и просто на самом деле, хотя внешне иногда и выглядит сложно, но на самом деле все простое, оно всегда скрывается немножечко от нас, вот, поэтому моя задача в этот раз показать, что это очень легко и просто, и я также дам несколько инструментов, которые можно начать уже сейчас, в тот же день, когда они только выйдут с нашей встречи, и они помогут что-то изменить явно в их жизни. – Ну что ж, будем надеяться, что все-таки и получится. Спасибо большое вам за то, что к нам примчали просто-таки с поезда уже. – Да, с поезда, да. – Но я думаю, что все николаевцы теперь точно смогут правильно организовать свое питание, соответственно, оптимизировать затраты времени и средств, которые тратились раньше. – Фондю любит тебя! Фондю любит тебя!